В Беларуси имен тех, кто оберегает и приумножает национальное достояние, стало больше названной лауреатой премии за духовное возрождение и спецпремии главы государства деятелям культуры и искусства. Это они, люди, создающие наши духовные символы, способные искренне сопереживать и помогать от души. В юбилейный 25-й раз президент лично поблагодарит за неравнодушное. А тех, кому добра не занимать, Лидия Заблодская. Каждый год один из 200 белорусов, находясь на обследовании, услышит – диагностирован рак. В сражении с онкоболезнью вступают врачи, но выздоровление зависит не только от них. Не падать духом и верить – не менее важные таблетки от сбоя системы, помогает церковь и молитва. Это дарение надежды, что Господь их не оставляет. Это помощь, потому что онкодиагноз достаточно сложный. Он делит жизнь до и после. Положа руку на сердце, никакого плана действия нет. Это все какое-то божье произволение. Смотришь на человека в глаза, смотришь, что человек чувствует, что он хочет. Потому что встреча с Богом – это таинство. Духовный наставник с образованием музыканта работал даже в Оркестре Большого, руководит сегодня небольшими храмами на территории РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, где восстанавливаются после перенесенных операций. Так возрождают веру в каждом, кого страх буквально съедает изнутри. Другие возрождают веру в чудо и возвращают детство. Хотя бы три недели беззаботности из семи лет бесконечных массированных ударов артиллерии и крови под ногами. Все мы видели кадры с геолокацией Донецк-Луганск, где ежедневно приходилось пытаться жить. Увидел это лично и паралимпиец Алексей Талай. При помощи президента Лукашенко он подарил донецким детям поездку в зубрёнок. Видели по сводкам, читали новости из интернета, но я хотел своими собственными глазами посмотреть, что такое война и к чему могут привести наши порой неугомонные эмоции, наши желания здесь и сейчас, каких-то там аморфных, непонятных, самому себе перемен. Вследствие того, что нет понимания, что доброе, хорошее, позитивное, оно делается вот этими ручками, тобой самим, твоими усилиями. Благотворительности в каждом автопробеге от патриотов Беларуси уже сегодня самое молодое общественное объединение страны. В августе 20-го простые белорусы выехали на проспекты Минска и буквально стали бороться за независимость. С государственными флагами, не боясь хейта и выпадав от той стороны баррикад. И тысячи километров по стране такого ланцужка не показухи ради. Они приводили в порядок мемориальные комплексы, возлагали цветы и посещали детдома. Объединение наше организовано было стихийно. Очень многие люди просто чувствовали необходимость, они понимали, что нужно что-то делать, но не знали как. Президент лично поблагодарит их за неравнодушие в юбилейный для премии 25-й раз. Ни одна из церемоний не проходит без журналистов, причем не только тех, кто освещает премию. Наши коллеги в ранге бойцов пера, и они тоже достойны получить премию из рук президента. Говорить фактами сегодня мало, есть цели выше. Не дать усомниться в нашей независимости и утвердить аргументами духовные ценности. А если это все еще и подавать под красивой привлекательной оберткой, то считай отдельное искусство. Мятеж 2020-го наизнанку увернули журналисты издательского дома СБ «Беларусь» сегодня. Причем в этих историях не выдуманный детектив, а расследование по фактам. В нашем проекте показываем гримасы мятежа, то есть тех персонажей, которые стоят за попыткой госпереворота. Мы показываем звериную тактику авторов и исполнителей вот этих коварных мерзких планов. Проект писался практически по-живому во время событий. Мы были очевидцами этих событий, сразу их разбирали, сразу ложили на бумагу. И сразу же получали реакцию оппонентов. Людям искусство отдельное спасибо. Народный Громов свое звание подтвердил. Спел сразу три премьерные партии в прошлом сезоне. Пока бушевал ковид, в карантине репетировал Фауста, Виллисы и главную роль в «Охоте короля Стаха». Трио образов, признанные высокомастатскими. К слову, сам артист с активной гражданской позицией и два десятка лет не уносит трудовую книжку из Большого театра. По-моему, эта фраза Рахманиному принадлежит. Три вещи важны для человека искусства, для музыканта. Это похвала, похвала и похвала. Мне кажется, похвала, она всегда подстегивает человека. Тем более, когда это похвала на таком высоком государственном уровне. Это своего рода такой, как знак качества. И ты должен держать марку. И ближайшая премия не обойдется без этих фанфар. Их исполнители чаще скрыты от зрителей на вторых ролях. Но без них ни одного торжества. Звучат впервые обращения главы государства. Президентский оркестр создавал и озвучил более семи десятков мероприятий и торжеств. Этот год был очень насыщенным и плодотворным для президентского оркестра. Начиная с февраля месяца. У нас почти не было выходных дней. Мы работали мероприятия за мероприятием. Это Всебелорусское народное собрание. Мы работали над грандиозным спортивным проектом в итоге. Итого пять премий за духовное возрождение. Девять спецпремий главы государства деятелям культуры и искусства. И три белорусских олимпа. Не обойдут вниманием столетия БГУ и коллективы сельских домов культуры. Лидия Заблодская, агентство Теленовостей.